Приведите, Тест-Тест-Фактори и моё производство на инопланетной планете. В прошлой серии я достал себе классную штучку, которая мне напоминает спиннер, потому что я теперь постоянно её вот так вот кручу. Вот так вот, да. Чего бы я ни делал, я постоянно её кручу. Я теперь сбагоин, как сбагоин и сбагоин. Если кто не смотрел прошлую серию, то напоминаю, что это зиплайн по проводам. Я теперь могу перемещаться вот таким вот образом. И это очень классная штука. Я прям с ней балдею. Помимо этого, мы в прошлой серии накидали в хап наш всё, что необходимо для поезда. И сегодня у нас будет тематика поездов. Снова поезда. В прошлом видео были поезда и сегодня тоже поезда. Ай-ля-ля, у-ля-ля, вот это совпало. Пойдём посмотрим ещё одну улучшалку. Умный разветвлитель, о котором я долго мечтал. Но, представляешь, есть ещё и настраиваемый умный разветвлитель. То есть ещё можно покручить, забубэхать. Значит, смотрите, что мы тут умеем. Есть три выхода, то есть центральный, левый и правый. И мы можем распределить, что куда будет уходить. То есть бериловый орех уходит у нас вот сюда. По центру у нас идёт бетон. А правый выход у нас биомасса. И всё, и так и будет распределяться. Сейчас же давай посмотрим. Вот он, электровоз. Электровоз используется для перевозки грузовых вагонов между станциями. Требует от 25 до 110 мегаватт электроэнергии для перемещения. Ого, это серьёзно. То есть от нагрузки, видимо, зависит. Его потребление электричества. Вот его вагоны, грузовые вагоны. Можно разместить на железной дороге. Вмещают в себя 32 ячейки. То есть 32 единицы чего-то. Или же 1600 кубометров для жидкости. Железнодорожная станция. Грузовая платформа, чтобы грузить в контейнера груз. И ещё грузовая платформа для жидкости, чтобы заливать груз. Пустая платформа. Для чего она, непонятно. Пустая железнодорожная платформа пригодится для создания свободного пространства. Железнодорожные пути. Но тут, в принципе, читать ничего не надо. И так всё понятно. Окей. Для поезда, короче, нам нужно радиомаяк, мотор и жёсткий модульный каркас. Всё собрал. Давай посмотрим, что же у нас за чудо-поезд будет. И каких он размеров. О-о-о-о. Необходимо разместить на железных путях. Хорошо. Сейчас мы сделаем железные пути. Разворачиваем. Так. А, они делаются как конвейер. Ну, допустим, вот. Вот таким вот макаром. Теперь сейчас размещаем поезд. Ёшки-матрёшки. Какой он интересный, классный, обалденный. Чума. Интересно, на какую скорость он развивает. А можно в него сесть? О, я могу им рулить. Торможение. Нифига себе. Я скатываться могу. Скорость пошла, пошла, пошла. Откуда ты электричество берёшь, дорогой мой? Я даже сюда не подключил ещё провода. Короче, получается, его нужно подрубить к электричеству. А электричество будет подрубаться, понятное дело, не к рельсам, не к самому поезду. А, скорее всего, к каким-то погрузочным станциям. Железнодорожной станции. Вот, например, если я сейчас её построю, то к ней вполне реально что-то подключить. Допустим, вот так вот мы её ставим. Подводим к ней железочку. И теперь электросеть втыкаем. Возьмём его от щедова. О, там даже табло есть, ты посмотри. Чё там написано? Ско... Скоевде. Си. А, подожди, у меня тут сложности. Да, блин, не проезжает он. Ладно, дружочек, потуси немножечко здесь сейчас. Чё, ты хочешь переехать рельсы? Ладно, сейчас и по-быстрому подрубаем. Всё, я подключил. Интересно, табло можно сделать русскоязычным? Будет прикольно. Я остановки обзову как-нибудь, интересно. Садимся, значит, в поезд. Давай задний ход. О, ты посмотри, как его двигатели заработали. Я сейчас с рельс могу съехать? Я и с рельс ехал. Боже мой. Ладно, поехали на нашу тачку. Интересно, я сшибую её или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, шиньки. Ты посмотри, что происходит. С рельс я слететь не могу. Меня резко оттормаживает сразу же. Скорость у него просто запредельная. Он по этому маленькому участку... О, ты переехал, красавчик. Он даже по этому участку умудрился под 70-100 км проехать. Давай ещё раз я в этом убедюсь. Вот мы разгоняемся. Да, почти соточку. Соточку спокойно набирает. Ну всё, теперь понятно, чё да как работает. Убираем вот эту штуку. Давай, проезжай. Красава, я вовремя всё успел, всё сделал. Теперь ясно, что и как. Разбираем всю эту требуху. И будем реализовывать перевозку угля. Поезда частенько возят уголь. Так что, давай-ка мы будем убирать вот эту конвейерную ленту. Она всяко будет медленнее, чем поезд. Конечно, можно её улучшить до четвёртого уровня. Но это нереальные бабки. Это будет очень дорого. Мне вот, кстати, интересно, как поезд будет подниматься вот в эти вот горочки. Значит, конвейерную ленту мы пока что не убираем. Иначе у нас встанет производство. Строим грузовую платформу. Её надо поставить как-то вот... О, какая она здоровенная-то будет. Ё-моё. Прикинь, что тут ещё написано. Эту платформу нужно размещать только рядом с другой платформой. То есть, получается, надо вначале сделать железнодорожную станцию. Каким-то вот таким неведомым макаром. Блин, тут нереально много места нужно для этого всего дела. Ну вот, значит, делаем вот таким вот образом. Теперь сюда грузовую платформу, да? А она всё равно не влазит. Чёрт! Понастроил тут! Трактор мой не может проехать. Сейчас, дружочек, вот тебе помост. На него заезжай. На него. Вот ты можешь на него заехать. Я знаю. Я знаю, что ты можешь. Ладно, понастроим тебе тут заездиков. Он заезжает. Едет. Теперь нужно съезд замутить. О, как ты чудно съехал. Молодчина. Значит, здесь делаем ему заезд. Всё, он поехал обратно. Сейчас посмотрим, как он проедет. Чёрт, он меня сбил. Заезжает. Просто влетает туда. Опа! Колесом провалился. Но вроде нормально. Всё нормально. Что, что, что? Зачем ты задом сдаёшь? Чё происходит у тебя? Что особо произошло? Он хочет упасть. Зачем ты упал? Всё, высвободил свой дрондулет. Придётся всё это дело разобрать и путевые точки переставить. Иначе он так и будет здесь. Долбиться об этот фундамент. Устанавливаем наш поезд. Рельсы будем прокладывать как-то наверх, если это возможно. Значит, что мы сделаем? Как поступим? Нам нужно здесь выступ небольшой сделать. Вот типа такого. Не, это тоже слишком круто. Короче, не прокатило. Придётся делать вот такую вот горочку параллельно здесь. Ну а дальше где-то там наверху попытаться это всё дело соединить. Ладно, давай попробуем. Я правда не знаю. Вот такой вот уклон, наверное, тоже крутой для поезда. Вот этот вот, наверное, норм. Давай протестируем. Вот в такой уклон заедешь? Заедет. Ага. Знаешь, что я понял, когда достроил до сюда? Я понял, что там-то у меня всё равно крутая горка. А по таким крутым горкам поезд не ездит и как бы... Да ладно. Да нет. Придётся ещё заново строить. О, жопка-попка все пропала. Ладно, давай хотя бы так пустим поезд. Проверим, с какой скоростью он будет ехать вот по этой горке. Построили дугуобразную какую-то штуку. Вот так вот она выглядит. Дай попробуем по ней скатиться. Оу. Нифига себе. Вот это роскошь. Ты когда-нибудь катался под рельсами? Нет? А я вот катался. Всё, короче, подключил. Садимся в поезд. Поехали. Ой, это стой. Поезд надо было перевернуть. Ёшки-матрёшки. Давай задний ход тогда. Разгоняемся. А ему, слушай, пофиг. Ему что вверх, что вниз. Он с одинаковой скоростью едет. Он вообще тащит. Дошёл, собственно, до пересечения. Сейчас посмотрим. Смогу ли я сюда всё-таки закинуть наши рельсы? Ну-ка, давай, давай вот сюда. О, получилось. Отлично. Ну что, поехали. Протестируем нашу железку. Она, правда, ещё не достроена до конца. Ну, не страшно. Учитывая, что она у нас зигзагообразная получилась, прямую у меня не вышло никак построить. Хорошо, проезжаем. 99 километров в час. Неплохо. Виляем, как не знаю что, но вроде едем. Пока всё успешно. Вот здесь вот как мы проедем? Вообще без Б. Прям по конвейеру, пофиг. Пляшем. Не съёмся, не съёмся. Скорость 119 километров в час. Очень недурно. И вот тут у нас заканчиваются рельсы. Вот здесь вот по-хорошему нужно остановочку сделать. Дело в том, что у нас там катерий есть. И я бы хотел, чтобы здесь была станция погрузки тоже. И поезд возил помимо угля ещё и катерий. Это было вообще классно. Вот таким вот образом. А тут у нас грузовая вот эта штука будет стоять. Во! Получается, что нам нужно отъехать назад. Приличненько так. И теперь пытаемся всё это дело состыковать. Очень грамотно. И очень хорошо. Вот. Если ты спрашиваешь, почему у меня такая дугообразная рельса идёт. Потому что эта рельса, она должна идти очень плавно. Она не может идти под углом. Иначе поезд просто вылетит с рельсы. Поэтому рельсы должны идти максимально плавно. Ну что, поехали. Сейчас заедем. В наше депо. Как оно там называется у нас? Дордерч Централ. Всё, продолжаем строительство. Вон туда, наверх. Значит, мы прибыли к точке загрузки нашего угля. Устанавливаем здесь остановочку. А вот для погрузчика у меня, походу, да. Моторчиков не хватит. Пойду, пожалуй, ручками поработаю. Моторчики посоздаю. Моторы сделал. Устанавливаем грузовой модуль. О, да. Здесь, конечно, очень круто и опасно. Но у нас есть джетпак. Так, короче, уголь будет заходить вот сюда. Окей. Разбираем вот эту вот штуку. И вот эту вот тоже. И пускаем всё это дело вот сюда. Так, что-то мешает какая-то постройка. Подожди, давай сделаем вот так. Сюда идёт, а потом сюда закругляется. Вот и всё. Уголь теперь у нас быстро, очень быстро поступает на нашу погрузочную платформу. Вот он уже идёт. Бежим за поездом и параллельно разбираем конвейер. Подъезжаем к нашей третьей остановочке. И сейчас нам нужно будет сделать контейнер. На который, собственно, и будет грузиться уголь. Третья остановочка называется у нас Хамбург. Чего-то-то там. Не успел прочитать. Теперь попробуем поставить грузовой вагон. Вот. И можно ещё один. Еее, какая красота. Ну ты глянь только. Я так полагаю, что нам нужно сделать так, чтобы поезд проехал немножечко вперёд. Ну вот, наверное, так. А то у нас там один контейнер. Он где-то вдалеке остался. Вот это пойдёт, я думаю. Что ж, теперь нужно заставить погрузчик работать. Уголь есть? Угля нет. А почему нет угля? Как так вышло, что угля нет? Хм. Странная какая-то неведанная фигня. Почему же сюда не поступает уголь? Всё. Всё поступает. Я, короче, перезашёл в игру и всё заработало. Всё. Всё ништяк. Уголь грузится, лаванда смутится. Теперь нужно понять, как вот эти контейнеры грузить на мой поезд. Пока я тут лазил, пытался выяснить причину, как же всё-таки грузить контейнеры на мой поезд. Вот узнал, что можно переименовывать станции. Это прям балдёжно. Сейчас мы её назовём, знаешь как? Угольный курьер. Всё пучком. По идее, здесь должна вывеска поменяться. Да, круто. Она прям так и горит, как нужно. А теперь, блин, погрузите мне это всё в мой поезд. Не понимаю я. Вот прям не понимаю. Что же нужно сделать? Может, давай мы отсюда сейчас уедем? Давай, выезжай. И заново сейчас сюда подъедем. Может, он заглючился просто как-то? Что-то, что-то, я не знаю. Тормозим. Ух ты, как у меня сверху открываются сопла для тормоза. Поехали. Заезжаем на станцию. Она сейчас должна, вот прям должна начать грузить. Загрузишь? Тормозим. Как мне нравится звук скрипящих рельс. Нет, ничего он не загрузил. А вот GMO. Так. Давай посмотрим, что у нас здесь есть в этом меню. Автопилот выключен. Расписание. Могу настроить расписание. Добавить, например, несколько пунктов. Следующая остановка у нас с КОЕВДЦ. Это вот прям мой завод. Третья остановка – это угольный карьер. А вторая – Дор-Д-Рэдж-Централ. Если я включу автопилот, нет расписания. Невозможно доехать до следующей остановки. Почему? Почему ты не можешь доехать до следующей остановки? У тебя же есть задний ход. Так, давай мы узнаем, что сейчас замутим. Мы его возьмем, разберем. Возможно, мне нужно два таких поезда. Один спереди, другой сзади. Чтобы он туда-сюда ездил. Я не думаю, что нам понадобится здесь сделать кольцо для разворота поезда. Это прям слишком. Вот у нас следующая остановка. Включаю автопилот. Нет расписания. Как нет, если я его только что сделал? Какая-то непонятно, неведанная фигня. У меня теперь поезд не едет. Типа электроэнергии не подается и все. Хоть-то убейся. Так, ладно. Давай вручную попробуем взять уголь. И перевести, допустим, 200 угля. Вот я его сюда закидываю. Вот. У меня контейнер сверху появился. Даже посмотри. О! О! Обалдеть. Поехали довезем его до центрального завода. Заодно все станции переименую. Что, неужели мне сейчас еще помимо машиниста и погрузчикам работать? Ручками все грузить. Мы приехали на следующей станции. Тормозим. Ой, разогнал сильно. Тормозим, говорю. Капец. Тормоза у поезда. Это, конечно. Ну, такое себе. Это тебе не машина. Такую-то уж попробуй останови быстро. Ага, конечно. Остановишь. Черт. Все, приехали. Мы тут можем разгрузиться? Давай. Выгрузка нажимаем. Не. Я бы корову мычал. Конечно, разгрузят они меня тут. Так, значит. Переименовать нужно. Катерийный рудник. Пофиг, как он там называется. Будет Катерийный. На табло появилось? Появилось. Отлично. Все, едем дальше. О! Я еще и гудеть могу. Роскошно. Тормозим. Прибыли. Опа. Мне нравится, как я стопорюсь. Как я останавливаюсь здесь. Значит, вот. Прибыли на центральный завод. Надо переименовать это все. Выгрузка у нас здесь. Выгрузка. Конечно. Кто ж меня тут выгрузит? Переименовываем это как центральный. Ладно. Давай, значит, замутим следующее. Делаем ЖД-ху туда далеко. Прямо можно через бур сделать. Ничего себе. То есть, вот он сюда доезжает. Тут, блин, мешается куча всего. Вот сюда он доезжает. Здесь он как-то разворачивается. Вот таким вот образом. Едет здесь. И стыкуется вон там. Это же можно сделать, правильно? Он, короче, стыкуется вон там дальше. Вон, что-то получается вроде вот здесь. Во! Получилось! Стыковка у нас будет вон там. И сейчас пойдем посмотрим, получится ли у нас запустить автопилот. Садимся, значит. Вначале проедем этот кружок. Почета. Капец. Через бур, через все. Просто фигачим. И все. Прикольно. Здесь аккуратненько разворачиваемся. Все четко. Все четко. Так, давай теперь автопилот попробуем все-таки замутить. Делаем расписание. Едем сейчас на центральный завод. А с него едем потом на угольный карьер. Вот вроде вот так. Поехали. Нет, расписание. Есть расписание, не гони. Есть расписание. О-о-о-о! Гляди-ка, поехали, поехали. Я ничего не делаю. Я даже могу сделать вот так. Стой, стой! Эх, без меня уехал. Отлично, мы запустили поезда. Шикарно. Как выяснилось, поезда здесь не ездят взад-вперед. Им нужно место для разворота. А знаешь, по-моему, есть один нюанс. Один нюанс. Давай-ка в трубу запрыгнем, посмотрим. Дело в том, что я расписание настроил только таким образом, чтобы он ехал отсюда до центрального завода. А, нет, смотри, он обратно поехал. Обратно едет. Красавчик. Ладно, будем его ждать тогда на центральном заводе. Посмотрим, привезет он нам что-нибудь или нет. Сейчас я здесь настрою выгрузку. Включаем. А выгрузка здесь настроена. Но угля, как мы видим, здесь нет. Он ничего не привез. Вон он едет, наш поезд. Сейчас посмотрим, будет ли он делать здесь остановку или нет. И будет ли разгрузка. Скрещиваем пальчики. Спускаемся вниз. И сейчас будем смотреть. Так, он заезжает с этой стороны. Вроде все правильно. Останавливается. И что-нибудь происходит? Нет, блин. Я, походу, неправильно поставил станции и разгрузочные всякие штуки. Поэтому ничего не разгружается. Ясен пень, что станция должна быть спереди, а разгрузка должна быть сзади. А у меня все наоборот. Короче, я все понял. Эта серия у нас была тестовая, экспериментальная. А в следующей серии я сделал все по красоте. Все рельсы у меня будут четенькие, красивенькие. Ну и, соответственно, и остановки будут построены правильно. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайки под этим видео, если тебе понравилось. И не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие ролики. Увидимся именно в них. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok